Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня это видео об одном интересном авторе, с которым я очень хотелось вас познакомить еще раньше, когда я прочитал первую книжку. Но потом мне показалось как-то мало делать обзор на одну книжку, и я прочитал еще одно произведение, и теперь я уже делаю обзор на две книги, и с радостью знакомлю вас с очень интересным современным автором. Автора зовут Нина Дашевская, и чтобы вы понимали немножко, чтобы вас так настроить на то, о каких книжках я буду сейчас говорить, я вам зачитаю кусочек маленький из ее интервью, которое она отдала сайту Кукумбер, и это то, как она о себе говорит. Я люблю велосипеды и самокаты, трамваи и паровозы. Люблю пить чай. Чайники тоже люблю, только железные, настоящие. Люблю маленькие блокноты и карандаши, чтобы в карман помещались. Люблю, чтобы в карманах каштаны. Люблю математические задачи со звездочкой. Вообще люблю не формат. Не люблю и не умею доказывать свою правоту. Да, еще люблю, когда незнакомые люди вдруг улыбаются. Вот в таком примерно стиле, как она о себе говорит, в таком стиле она и пишет. Нина Дашевская с шести лет занимается скрипкой и играет профессионально по сей день. И ее увлечение музыкой это такая тема, которая сквозит, через ее произведение проходит такой красной нитью. Еще в сфере ее интересов, как вы уже понимаете, математика. И вот это сочетание очень интересно и удается реализовать в характерах своих героев. Итак, первая книга, после которой я рвался и хотел сделать обзор, но немножко себя приостановил, это книга «Я не тормоз». Вот эту книгу я рекомендую родителям, у которых активные, что называется, дети. Когда я говорю активный ребенок, я подразумеваю такого активного ребенка, который уже стоит на грани того, чтобы его уже отвели к психиатру и поставили ему диагноз СДВГ, синдром дефицита внимания и гиперактивность. Но еще этот диагноз ему не ставят, но с таким ребенком часто много проблем, потому что такие дети активные, которые вот уже почти попадают под этот диагноз, они очень классные, они очень веселые, они очень необычные. Но своим поведением они часто ставят взрослых иногда в тупик, а родителям непосредственно доставляют очень много хлопот. Таким детям нужна активность и повышенная такая вот активность для того, чтобы лучше чувствовать, что происходит вокруг. И у меня в практике таких детей было достаточно за 13 лет, и это всегда были одни из любимых учеников, но с ними всегда была такая вот особенная притирка, особенный настрой их на меня. И в памяти как раз вот такие ученики остаются. Поэтому, ну мне нравятся такие ученики, и вот как раз главный герой этой книги Яни Тормас, Игнат, который вот такой вот очень-очень активный, ему нужна высокая скорость, он везде передвигается на самокате. И он как раз в таком предподростковом возрасте находится, у него такие интересные взгляд на жизнь, такие интересные проблемы. И мне кажется, что эта книга имеет определенный терапевтический эффект для родителей, у кого дети в предподростковом, подростковом возрасте, потому что, знаете, это как откровение одного из таких подростков, знакомясь с которым, можно немножко лучше понять где-то и своего ребенка. И приостановился я, не сделал обзор только на эту книгу, а прочитал вот еще одну, она появилась у меня дома, жена приобрела эту книжку, тоже не выдержала. А, стоп, еще вот про эту книжку. Значит, поскольку у меня жена филолог, она заметила одну очень интересную особенность, которую я, как не филолог, но человек, который близок к филологии, я этого не заметил. Значит, что интересно, в начале, когда главный герой еще такой весь колючий, такой весь ищущий в поисках, предложения короткие, короткие и такие немножко рваные. И когда главный герой проходит через некоторые ступени понимания жизни, то во второй части книги предложения длинные, сложно сочиненные и уже нет вот этого вот такого рваного эффекта. Вот интересное очень замечание, что слова и построение предложений характеризует еще то, что происходит в душе у главного героя. Это очень здорово. И мне очень понравилась эта книжка, поэтому рекомендую вам. Именно с целью «Терапевтический эффект». Ну и написано великолепно, на мой взгляд. И вторая книга «День числа Пи». Вот эта книга, ну тут были моменты, где прям хотелось прослезиться. Книга интересна очень, потому что она про особенного мальчика. И вот, судя по описаниям, это как раз аутист. Почему аутист? Потому что у аутистов есть такое восприятие мира, очень детальное. Они могут настолько в детали удариться происходящего, что нам порой, ну это даже сложно понять. И вот первая часть книги как раз о том, что этот мальчик, как ему непросто. А вторая часть книги про одноклассника этого мальчика, который смотрит на этого мальчика и как-то его воспринимает. И он это описывает, как он воспринимает. Он делится тем, как ему непросто. И все это происходит с этими двумя парнями. То есть, как бы таких два главных героя основных. Книга невероятно интересная. И тоже как раз здесь предподростковый возраст. Поэтому тоже определенный терапевтический эффект в этом есть. И вообще, эта книга, мне кажется, она еще интересна детям как терапевтическая. Потому что если в коллективе есть аутисты, а они бывают так, что учатся среди нормальных детей, они в специализированной школе, то это очень поможет восприятию таких ребят. Потому что их внутренний мир очень интересен и богат. И это не сразу понятно, потому что первая реакция для детей это схватиться за то внешнее, что видишь. А внешнее, как у аутистов проявляется их взаимодействие с другими людьми, оно часто наталкивает на детей, особенно подростков, вы знаете, на издевку, на приклеивание каких-то некрасивых ярлыков. Поэтому эта книга интересна родителям, как и книга Яни Тормас, с точки зрения некого терапевтического эффекта, как бы заглянуть во внутренний мир подростка и больше его тем самым понять. И второй момент восприятия аутистов, немножко его, так сказать, вывести на новый уровень. Ну и, конечно, все эти две книги пронизаны вот этой особенностью музыкальными познаниями Нины Дашевской и связи этих музыкальных познаний с миром математики. И это все невероятно интересно. Особенно это интересно тем, кто не сильно связан. Ну, как интересно даже тем, кто связан и понимает, да, кто имеет, может, музыкальное образование, но и тем, кто не связан с этим, потому что, ну, знаете, как заглянуть в мир другого человека, у которого, ну, вот так вот все устроено, организовано. И я недаром вам вначале зачитал то, как Нина Дашевская себя презентует, чтобы вы понимали, к какому миру внутреннему, какого писателя вы прикасаетесь. В общем, я в восторге и от всей души вам рекомендую эти две книги. Вот такое вот получилось, может быть, эмоциональное такое видео. Спасибо за внимание, спасибо за просмотр. Увидимся. Всем пока.